Убитворение исковых требований Саиду Гуламу Ясину в жалобе на непредоставление временного убежища в России. Этот отказ грозит 45-летнему человеку с российской ментальностью депортации на родину, где ему угрожает опасность преследования со стороны властей, религиозных сограждан, а также противников советского наследия. И даже, возможно, смертная казнь. Упоминалась уже на судебном заседании судьба некоторых интернатников, которые учились в Краснодаре, которые предприняли попытку возвращения в Афганистан, тоже не от хорошей жизни, а потому что они устали за несколько десятков лет, их правовой статус так и не был отрегулирован Российской Федерации. Они предприняли попытку возвращения и были расстреляны в полном составе. Это была группа друзей, однокурсников, которые приехали, репатриировались на свою родину и были истреблены. Ясин был привезен в Советский Союз в 1985 году по программе приема афганских сирот в советские школы-интернаты. На самом деле, среди почти двух тысяч привезенных афганских детей, многие были не сиротами, а детьми чиновников и военных, специально отобранных для получения советского образования. До 11 лет я жил в городе Чарикар, провинции Парван. Мама сказала, что я хочу уехать в Россию. Я как ребенок, естественно, мне все интересно, и я сказал да. Но о том, куда я поеду и сколько я буду находиться, я об этом не знал. Никаких контактов с родными у увезенных детей не было. Сотрудники интернатов читали им поддельные письма родителей, где те подбадривали детей и призывали к усердию. Всех собирали, читали чью-то письмо, что вот как его родители гордятся, что он так терпелив, ради своей родины, учится, занимается, хочет стать великим человеком, хочет стать защитником своей родины. Это мы потом поняли, что писали сами преподаватели, лишь бы как-то успокоить, усмирить детей, чтобы они не паниковали. К нам приезжали генералы, к нам приезжал сам президент Аджбула с подарками. Учились в интернате по ускоренной программе. Затем образование продолжалось в различных училищах. Я был направлен в Егорьевске на обучение. Я техник, механик по фюзеляжу двигателей самолета гражданской авиации. Затем распался Советский Союз. Вскоре после этого сменилась власть в Афганистане. Две тысячи младых людей и девушек оказались не нужны ни той, ни другой стране. Да, многие из наших ребят на свой рейх и страх поехали. Потому что тут некуда, негде. Но опять же, про них ничего не известно. Было случай, что просто на границе четверых студентов, я не могу точно сказать, кто они были, из какого учреждения, были повешены. И эти фотографии даже появились в посолстве. Судьба тех, кто остался, сложилась по-разному. Кто-то смог уехать за границу, кто-то после долгих стараний получил российское гражданство. Но Ясину не удалось легализоваться в России до 2006 года, когда он попал в тюрьму по обвинению в продаже наркотиков, сфабрикованным, по его словам, во многом из-за его незащищенного правового положения. Мне из-за этого дали семь лет. Я эти семь лет отсидел. Неприспособленность детей из интернатов ко взрослой жизни, их непонимание устройства большого мира являются проблемой и для российских детей. А уж для иностранцев это становится настоящей ловушкой. Пока они там находятся, они знают, куда идти, с кем разговаривать, когда есть, когда ложиться спать. Все расписано. И все зависит не от них. И когда они оказываются абсолютно никому неинтересными и без всякого руководства, они, конечно, впадают в абсолютную расселенность. Часто они становятся жертвами криминала или привлечения к криминалу. Ясин вышел на свободу и обратился в гражданское содействие. Организация вот уже несколько лет пытается помочь ему легализоваться в России. За это время Ясин женился на россиянке. Помогал ей воспитывать троих детей, один из которых приемный ребенок-инвалид. Но брак не выдержал постоянной угрозы депортации мужа. А для легализации через супругу Ясину необходимо было снять судимость, в чем ему пока все время отказывают. Российская Федерация, она правоприемник СССР. Она несет все его, так сказать, обязательства. Вот этот вот человек, о котором сегодня шла речь, это не его сознательный выбор. Его сюда привезли ребенком. Вот, поэтому, естественно, то государство, которое привезло его сюда, понятно, что это не СССР. СССР привез его сюда вполне с определенными целями, дал ему образование, дал ему профессию. Вот, и сегодня, так сказать, уже он стал де-факто нашим полноправным согражданином. И естественно, что в российском законодательстве должна быть упрощенная процедура, автоматическое предоставление гражданства хотя бы тем, кого привезли сюда в несознательном возрасте. Вот, то есть их меньше 700 человек. Это, в общем-то, не такая большая масса людей, чтобы не быть в состоянии решить их судьбу. 45-летний афганец мечтает о том, что однажды сможет работать по профессии в аэропорту. Я бы с удовольствием, но мне нужно доучиться. Ну, пожалуйста, пройти по новым самолетам, европейским самолетам. Там электроника очень много. В советском – механика. А в новых самолетах электроника много. Мне нужно чуть-чуть доучиться. И, конечно, я бы с удовольствием устал на своей работе. Я свою работу очень сильно люблю. И я думаю, что у меня получится. Пока живет в гостях у друзей, перебивается подработками, реставрирует деревянную мебель, ремонтирует квартиры. И продолжает надеяться, что страна, в которой он живет уже больше 30 лет, наконец даст ему возможность жить полной жизнью. Мне уже 45 лет. И никого не двора, и не документов. Не обидно, что да, тут есть и мои ошибки, и мои недостатки, и мое недопонимание. И обидно, что жизнь-то уже все осталось чуть-чуть, и я еще ничего. Никита Татарский, Радио Свобода, Москва.